День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Доброе-доброе утро. Выбиваем тут и чечётку, и всё что угодно. Надо как-то взбодриться, взбодриться. Я не знаю, может, на природу куда-то ближе к водоёму. Ох, как вы подводите. По Латвии сегодня дожди и грозы, но в Риге вроде бы обещают без осадков. Но, тем не менее, да, хочется на природу, хочется куда-то выбраться. Я думаю, что очень многие соскучились по каким-то, ну, даже в рамках Латвии путешествиям. И учитывая, что всё-таки ещё не скоро, наверное, как-то наладится международный туристический маршрут, и снова заработают в полную силу, вот как раз-таки сейчас, мне кажется, у местных наших организаторов вот таких отдыха латвийского появились возможности вот показать себя в полной красе и вот привлечь, может быть, тех, кто всегда там ездил куда-нибудь на далёкие курорты. А также привлечь деньги. Ну, проявить себя и заработать немного. И я полностью согласен с тобой, но даже, наверное, добавило бы один такой нюанс. Не то, чтобы путешествовать соскучились. Путешествовать можно, там, сел на велосипед, на машину, на гужевую повозку, поехал. А именно организованы какие-то мероприятия. И вот, наконец-то, организованные мероприятия есть. И сегодня начинается сезон активного местного туризма. И начинается он с дней открытых дверей на селе с 10 по 13 июня. А эта кампания ежегодно пройдёт. И в этом году к ней подключилось 240 хозяйств и туристических мест по всей стране. Вот 4 дня предлагают необычные развлекательные мероприятия и возможности для отдыха. И об этих мероприятиях, об этих возможностях мы поговорим с главой ассоциации сельского туризма Лауку Целютайс Аснате Зеймале. Аснате, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, поздравляю с началом первой такой активной акции в этом году. И коллективно желаем, чтобы всё получилось. Спасибо. Мы тоже надеемся, что всё будет хорошо и все будет на селе. Какие возможности, куда можно будет отправиться, что можно будет посмотреть, где найти, может быть, полный список всех предложений? Ну, как вы уже сказали, это 240 хозяин, которые принимают участие. И, значит, у нас двое таких больших мест, где можно получить информацию. Один такой есть бумажка ещё. Это печатная карта, которая может достать все, которые, которые печатли, остановятся от циркула Кей-Бензакалонки. Там они есть и туристические информационные центры. Конечно, у хозяина самих есть все эти карты и плакаты, значит, ну, карты всем участникам. И, конечно, это, конечно, не так трудно найти. И там будут все эти места, и можете искать по карте или, ну, как вы хотите, если интересуют пчёлы, например, там есть и пчеловоды. Если интересует ночлег, там есть и ночлеги. И те, которые принимают участие, ночлеги, например, и все остальные тоже предлагают и скидки, и специальные программы, и какие-то немножко, не знаю, подарки или что-то даром. Так что это, конечно, надо использовать, что ведь все хозяина дома и ждут вас, и это четыре дня, но не все принимают участие четыре дня. Иногда есть только один день, два дня, но некоторые принимают все четыре дня. Так что надо посмотреть перед, и надо планировать этом году. Да, вы знаете, параллельно нашей беседе я сразу полез и открыл эту интерактивную карту. Действительно, карта шикарная, карта роскошная. Действительно, всё пиксельными такими значками указано. Вот в Саласгриве, например, я просто кликнул, что-то здесь пелашек, кунзас, будут варить уху какую-то. Всё с описанием и места, и подробностей. И рыбы можно будет закупить. И рыбу. Да, и рыбу надо всё покупать, сельские дары. Там будет очень-очень много. Асна-то, я правильно понимаю, можно будет составить какой-то свой виртуальный маршрут на этой карте? Просто выбрать и проложить? Ну, маршруты, это не так программировать. Да, я сам смогу, да? Да, и, конечно, надо смотреть по дороге. Если вот есть, не знаю, вдохновение поехать на Латгале или, не знаю, курсы. В этом году очень много предложений. Надо выбрать свой путь и смотреть, что по дороге. И, конечно, ночлеги там есть, и не только те, которые преднимают участие в этой акции. Но все ночлеги, конечно, они ещё не устали. Они ещё не полны туристам. Так что без проблем можно найти и ночлег нормальных, тех, которых без акции тоже неплохо. А скажите, пожалуйста, насколько были готовы владельцы туристических мест или каких-то кабачков сельских гостиниц участвовать в этой акции? Насколько они заинтересованы, насколько они доверяют вот этой акции? Ну, вы знаете, мы эту акцию делаем почти уже, ну, не знаю, 7-8 лет, не считала. Ну, много, но в этом году больше всего принимают участие. Всегда у нас где-то около 100, ну, 150, может быть. Но в этом году очень-очень активные были хозяины. И почему? Потому что они, ну, заскучились действительно по туристам. И надеялись, что вот облегчение будет и по законам. И они совсем готовы, больше, чем готовы. И мы делали много разных семинаров и встречались по Зуме несколько раз по всяким причинам. И в том числе по этому эпидемиологическому. Да, так что они знают, что можно, что нельзя. Все эти активы происходят снаружи. Очень мало тех, которые внутри. Но и погода совсем роскошная. Так что не надо боиться, что холодно. Я сама находитесь в Алуксно. Это, ну, солнце светит, и все так тепло и здорово. И я тоже поезжаю несколько хозяина посмотреть, как идет эта акция. И хозяина, конечно, знает, что и как разрешается по закону теперь. Ну, все они инструированы. Ну, и не только по таким эпидемиологическим. Ну, и, конечно, и как больше, как лучше, как интереснее. Мы много вместе говорили. И, ну, надо поехать. Надо, надо, надо. Вне всяких сомнений. Асна, ты, может быть, дадите несколько советов? Какие-то, ну, такие самые, на ваш взгляд, на ваш вкус, яркие точки или события, или мероприятия в рамках этой акции? Ну, и я могу сказать, что в этом году первый раз такие небольшие концерты будут. Ну, гости могут ходить по саду, а где-то в фоне звучит действительно живая музыка, по-моему. И мы не встречали такого почти год, да, или больше. Главное, что возможно встретиться, можно поехать в умя хозяином и хозяйством вместе. Нужно взять своих детей, конечно, вместе с собой. Ну, мне, например, нравятся все те, которые предлагают какие-то, ну, не знаю, экскурсии по своей хозяйству. Мне интересует все, что я не могу посмотреть каждый день. Например, там есть и хозяйства, которые, ну, действительно, ну, производители. Ну, не туристические, ну, не на 100% туристические хозяйства, но те, которые производят что-то. И это нужно использовать, потому что каждый день не получаете такое впечатление. И узнать, как этот, не знаю, березовый сок делается и как он становится шипучучным. Да, это, по-моему, интересно. И, ну, мне нравятся все эти производители, которые делают и пищу, и, ну, делают что-то. И ремесленников очень много, и, конечно, хорошее. Я смотрю, сады тут есть представлены. И сады, да. Потому что, если вот, например, ну, это, как бы, ну, не знаю, такой тренд теперь. Все что-то сами выращивают, и даже на балконах. Так это можно выучить, как это лучше делать у хозяина, и получить, как бы, мастер-класс, как выращивать лучше томаты или огурцы. И все такое теперь после, или, ну, после пандемии это очень, ну, тренды. Да, это теперь все спрашивают, что, как делать лучше. Вот, Асната, у меня вопрос, конечно, как распределить вот этот поток туристов, ну, по всем хозяйствам. Потому что, чтобы не случилось так, что в одно хозяйство сразу приезжает, там, 10 групп, а в другом, например, пусто. Вот, ну, нужно ли какая-то предварительная запись, или все-таки, чтобы, ну, не было так, что придется приехать, еще придется ждать в очереди? Ну, мы, это обязательно, надо позвонить хозяинам, сказать, сколько вас, что вы хотите, ну, какие, ну, там, не знаю, что хотите узнать, и что увидите, или хотите принять участие в экскурсии. Надо позвонить хозяинам, надо, в этом году надо все-таки планировать, потому что, действительно, может быть, в этом, в 12 уже два группы там резервировали. Это для вас, чтобы эти каникулы выдались хорошо. Это, ну, как бы логически. И, конечно, я бы ехала там, где хозяин побольше, погуще там есть. То есть, если вот одна закрыта, или больше там нет места, тогда поехала на следующий, чтобы не ехать 100 километров. Ну, конечно, и надо считаться тем, чем больше у Риги, тем больше людей. Если вот есть четыре свободы дня, я бы поехали далеко. Это, как бы, ну, гарант, что там не будет толпы, не будет много людей. Это семьи, как бы, ленивые. А помимо вот этих четырёх дней, ну, лето продолжается, и продолжается активность, и желание путешествовать, в том числе по стране. Какие-то ещё, возможно, есть новые маршруты? И, скажем, на вашем же сайте указано, как одна из возможных тем, это маршрут такой военной тематики, да, военное наследие. Да, это очень такой бестселлер в этом году. Мы сделали новый сайт, «Милитарайз.целл.в». Или, по-английски, «MilitaryHeritageTourism.info», если кому-то лучше английского запоминять. Это сайт, в котором теперь находится где-то 300 всяких разных объектов, которых можно посетить не только в Латвии, но и Эстонии. Я думаю, что границы будут открыты, особенно для тех, которые вакцинированы, и поехать и посмотреть что-то такое, что вам неизвестно было. И не только такие музеи или бункеры, которые действительно туристические объекты, но у нас там есть и такие, которые, не знаю, первой войны, мировой войны, германские укрепления ещё в лесу. Вы можете это увидеть и посмотреть, и укрепления у Даугавы, например, эти красные батареи, и красные, как это по-русски, не знаю, но цветы, не знаю. Укрепления. Да, укрепления, да. Такие места и такие истории, и у каждого объекта есть и своя история, но прикреплена, но, может быть, не у каждого, но многим. И это эти истории, и что там действительно случилось, и кто что знает, и эту страницу мы ещё, конечно, делаем и делаем, ещё проект два года у нас, мы только что этого начали. Но, по-моему, это очень интересно, и там будут и туры. Мы выработали 11 тур и по Латвии, и по Латвии, и по Латвии, и Эстонии, и только по Эстонии, конечно, там тоже и эстонские острова, очень-очень интересный такой топик. Ну и у нас есть много в этом году очень такие топики или темы, которые мы предлагаем новых, например, путь Сидра, или путь Рубмайза, как это было на русском? Ну, в общем-то, чёрный хлеб. Да, многие всякие новые такие темы, например, есть такая тема, ну, сельский вид жизни. Например, может быть, семья с детьми хотела бы пожить действительно какое-то, ну, сельское хозяйство, и показать, как это раньше было, как теперь живут действительно по селе, и, может быть, принять участие в карту Пелюталка или Сияна Талка, или, ну, такие мероприятия. Или пообщаться с животными, может быть. Да, такие мероприятия, которые мы давно забыли, как это здорово, там, все вместе поработать, и все вместе отдыхать, и все вместе покушать. Такое «back to nature», что называется. «back to nature», да. И, конечно, у нас МЭШ, так и ЮР, так и есть длинные такие пешеходные маршруты, тысяча километров одна и тысяча другая, и теперь они тоже… Мы сделали… Сперва было от Риги до Талина, теперь уже от Риги до границ Польши в Литве. Ну, по-моему, каникулы можно планировать очень разнообразные, и не надо ехать в Турцию. Осталось только дождаться, когда же, когда же откроют хотя бы вот этот вот наш балтийский пузырь. Да, это было бы здорово для нас, да. Потому что я думаю, в этом году в аэропортах будет такой хаос и такие-то, как толпы, и несколько, ну, не знаю, даже говорят, до восьми часов надо произвести… Да-да-да, я тоже читал, что до восьми часов может быть ожидание. Я это даже вижу. И тогда, ну, не знаю, по-моему, Латвии так много, или Балтии, на так наиболее лучше, чем это толпы и хаосы. Не знаю, как они откроются, по-моему, не сравнительно. Ну, я солидарен с вашим мнением. Действительно, лучше как-то выждать еще какой-то момент, потому что очень много интересных мест и в Латвии, и по Прибалтике. Огромное вам спасибо за то, что разрабатываете эти новые маршруты, в том числе посвященные военному наследию. Посмотреть есть что. Осталось только дождаться благоприятной эпидемиологической обстановки. Ну, сегодня 10 число. Правительство, в принципе, планирует рассмотреть некоторые послабления. Ждем, надеемся, верим, держим кулаки, что называется, туром Ищус. Огромное спасибо. Мы еще раз говорим главе Ассоциации сельского туризма Лауку Целютайс Аснате Земеле. Аснате рассказала об акции, которые ежегодная кампания начинается сегодня. Дни открытых дверей на селе. Можно посмотреть и принять участие в много в чем насладиться работой современного кузнеца. Посетить музей истории кино и фотографии, пасеку, ознакомиться с историей хаски, Влад, сыграть в футбол-гольф. Прокатиться под Даугави на каное. Там покормить животных, выпечь самому хлеб. Там масса развлечений. О которых расскажет подробно с некоторыми ссылками портал Микс Ньюс ЛВ. А у нас небольшая пауза, после которой мы займемся сказкотерапией.